У ворот Хабаровского отделения Центробанка упавший каток повредил две припаркованные легковые машины. Всего же в этом нестандартном придорожном происшествии фигурируют четыре технических средства. Причем ни в одном из них не было водителя, сидевшего за рулем. Единственный присутствовавший во время этого тяжеловесного крушения шофер приехал к месту происшествия на грузовике Хина. В момент завала на бок рейнджера молодой человек выступал не в роли водителя, а в качестве крановщика, попытавшегося выгрузить асфальтовый каток из кузова. Гидравлические упоры, которые должны были прибавить Хина устойчивости, шофер-крановщик выдвинуть не забыл. Но это не предотвратило ЧП после того, как каток начал раскачиваться на стальных тросах. Очевидно, к обрушению привелось течение двух факторов. Уклон площадки и слишком большой для массы катка вылет крановой стрелы. Один из аутриггеров подогнулся под запредельной для него нагрузкой, а груз вместо асфальта обрушился на место, где стояли две машины – Тойота и Субару. Основной удар принял на себя Ист. Каток обрушился на капот, повредив при этом еще и лобовое стекло. Стрела крана вскрыла обшивку левой двери, а трос оставил отметины еще и на крыше. Причина появления тяжелой техники у бронированных ворот имеет к финансовому учреждению непосредственное отношение. Дорожные строители были наняты госучреждением, чтобы подновить асфальт в этом самом инкассаторском дворике. Полицейские, познакомившись с обстоятельствами дела, объяснили банковским служащим, что это происшествие не по автоинспекторской части. Поскольку в момент ЧП ни одно из транспортных средств никуда не ехало, это событие не является ДТП. Протокол о повреждении имущества пригласили оформить других коллег из райотдела полиции. С места происшествия Михаил Сергеев и Денис Сазонкин. Продолжение следует...